Слава Господу! Я Чарльз Хантер, и вас учите сегодня, мы говорим о том, как исцелять больных. Уча из этой книги, как исцелять больных, автором которой является Чарльз и Франсис Хантер, вы можете получить то, что говорите. Насколько вам известно, это только одна книга написана в истории христианской, которая показывает вам, как исцелять то, что Христос повелел силою Бога, исцелять больных, изгонять бесов и тому подобие. Мы будем говорить из 15 главы, где говорится об изгнании демона. Прежде всего, не будьте с демоном. Если кто-то, боксер, высиной на 3 метра, желает напасть на вас, то убегайте. Но если демон 8 футов высины будет атаковать вас, смотрите прямо в его глаза и гоните его прочь. У него нет власти. Иисус Христос победил дьявола абсолютно совершенно, когда он пошел в преисподнюю и забрал ключи у него. Иисус Христос победил, и он живет в нас. Поэтому, и мы победители, нам ничего бояться. Демонических сил, ничто, кроме незнания, как поступать. И если нет силы, чтобы изгнать их, если вы не крещены Духом Живого Бога, вот где мы должны трудиться на земле. Вы не имеете дело с людьми. Вы имеете дело с демоническими силами. Вы не можете сказать, как некоторые люди, по имени Иисуса Христа, «Я изгоняю всех демонов из города Хьюстона». Причина та, что Бог так не поступает. Бог дал разрешение дьяволу быть князем на земле. Он имеет свободное царство на земле, и мы можем иметь контроль над ним по обстоятельствам. Иисус говорил, чтобы изгоняли демонов из людей. Дьявол посылает своих демонов вокруг нас всегда. Но нам не нужно бояться. У вас сила Божия. Поэтому не беспокойтесь. Как только они близко, изгоняйте их вон. Не проводите все свое время, имея дело с демонами. Просто и быстро действуйте, как Дух Божий показывает их вам. Изгоняйте их вон. Продолжайте говорить об Иисусе. Не говорите о дьяволе. Превозносите Иисуса Христа. Превозносите Его во всякое время. Однажды Бог научил нас величайшему уроку. Францис и я приготовились, чтобы ежедневно передавать программу по телевидению. Мы должны были сами сочинать эту программу. Мы готовы были. А в воскресенье наш пастор сказал, что одна женщина услышала маленький смешок в телевизорной комнате, где ее 13-летняя дочь смотрела телевидение. Тогда она решила проверить, почему такой необычный смех. Она увидела на телевидении половое сношение. Когда она увидела это, она пришла в ужас и выключила все. Потом она позвонила в компанию телевидению и пожаловалась. Но они сказали, если вам не нравится, у вас есть выключатель, выключите сами. Женщина пришла к пастору и рассказала ему об этом, а он упомянул в своей пасторе. Внутри нас обоих поднялось такое желание, мы будем бороться против порнографии в наших телевизионных программах. Мы постараемся сделать все возможное с нашей стороны, чтобы остановить порнографию. Но Бог очень кротко заговорил к нам. Я не есть Бог, который ставит оборонительные позиции. Я есть Бог, наступательные позиции. Вы говорите об Иисусе Христе, а я позабочусь о тех дьяволах. Вы видите, направляйте свои мышления на Иисуса, а не на дьявола. Он не заслуживает этого. Он только приходит атаковать кого-нибудь. А ваше и мое занятие, чтобы избавиться от демонов и освободить ту личность. Также наша обязанность научить личность, как быть свободным от демонских сил. Пару лет тому назад приезжал проповедник. Звали его Хауэр Питмен. Как я помню, он работал в полиции, участник, половину своего времени, а в другую половину служил он проповедником. Он умер от сердечного удара. Он ушел на небо, а Господь послал его обратно на землю. И он жил некоторое время, чтобы рассказывать свое свидетельство. Бог ему сказал, иди назад и скажи, не беспокойся на разные демонации. Я открою дверь, а ты говори. Итак, Хауэр Питмен стал рассказывать о том, как он умер. Когда он умер, его духовные глаза открылись. И он увидел столько демонов, что все было наполнено их силой, злой демонской силой. Но он прошел среди них вверх на небо. После Бог позволил ему стоять у ворот сюда, у места сюда. И он сказал, что каждые 60 секунд, так и с каждой минутой, там было около 2000 людей, которые умерли, и их духи поднимались на небо, чтобы получить заслуженное на вечность. И самое страшное, он сказал, что он видел ужасное, когда Иисус Христос говорил к 1950 из 2000 людей, «Отойдите от меня, проклятые, я никогда не знаю вас. Идите в вечное мучение». Иисус должен был так поступать. Он не желает того, но мы сами ответственны здесь на земле, чтобы потом Он так не поступал с нами. Мы люди, мы рожденные свыше верующие. Мы уполномочены быть телом Господа Иисуса Христа. Мы также имеем власть на небе и на земле. Но у нас своя работа. Бог не будет ее исполнять. Иисус Христос также не будет ее делать. Он уполномочил нас и поставил нас, чтобы мы шли и проповедовали Евангелие, и сгоняли бесов, и сняли больных. Это работа только для нас, одних. Если вам нравится увидеть, как 1090-50 людей каждую минуту идут в ад, не открывайте тогда рта, чтобы изгонять демонов или целять больных, или проповедовать Евангелие. Забудьте то. Будьте безразличны, и вы увидите всех идущих в ад. Но когда вы сами представьте пред судом, тогда узнаете, что кровь всех этих людей на ваших руках, если только вы не станете заранее делать то, что повелил Иисус Христос. Я не могу, чтобы вы поняли, что я говорю о суждении, но я стараюсь потрясти тех, кто слушает меня сейчас. На вас лежит ответственность, здесь на земле, чтобы вы шли на небо постоянно. Мы учим, как изгонять дьявола, но вы можете быть самыми уверены в том, что тот, кто вас больше того, кто в мире. Это означает самого дьявола. Я хочу узнать в чтении нашей книги, в 15 главе, на странице 135, но я обращаюсь к странице 167, в которой я суммирую нечто о демонах. Я думаю, что поможет вам немного ознакомиться, с чем мы имеем дело, как мы сталкиваемся с демонами. Они так и названы демоны. Они называются дьяволами. Они называются злыми духами. Как бы они ни назывались, они являются дьявольскими орудиями. Это падшие англии. Некоторые люди думают, что это другая группа, а не падшие англии. Мне все равно. Вам дается та же инструкция, чтобы изгонять их вон. Они делают ту же самую работу, независимо, откуда они. Я лично верю, что это демонские англии, которые были сброшены с неба. Две тысячи из них пошли вниз. Демоны невидимы, безформленное существо, которое имеет способность двигаться или передвигаться туда, куда дьявол их посылает. Они над нами, вокруг нас, атакуют нас, вселяют в наш ум мысли, приносят болезни в наше тело и даже могут причинять то, что люди теряют рассудок. Это только некоторые примеры работы дьявола. Они могут присутствовать при рождении или при нашем зачатии в утробе матери и причинить дефекты при нашем образовании. Будучи бессмертными духами, они могут переносить болезни от одного рода к другому. Могут быть в разной форме генов или изъянов. Они нападают на нашу плоть с тем, чтобы контролировать нашими думками. Нам нужно понять, что нужно лучше и дать возможность Духу Святому научить нас, как избавиться от них, несмотря в каком виде они атакуют нас. Ваша работа и наша также, чтобы освобождать наших собратьев от влияния сатанинского и его демонских помощников, а также научить их оставаться свободными. Христос сказал, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте, Матфея 10.8. Я могу называть дьявола разными именами, которые могут приходить мне в мою голову. Но я знаю одну вещь из опыта. Находясь в армии, я и сейчас в зерве армии. Я научился кое-чему о военном служении. Когда при военном положении захватывается плен генерал, его могут допрашивать, с него могут требовать, но его титул остается тем же. И хотя он враг, взятый в плен, но его титул уважается. С нас не требуется любовь к дьяволу, но уважение к его титулу. Когда люди говорят, «Хитрый явился», то что-то во мне говорит, «О, это не то, что я люблю или имею особое впечатление к дьяволу». Но я хочу почитать вам из книги Иуды. Я начну читать с пятого стиха Иуды. И вы увидите, как всесильный Бог говорит об этом. И я думаю, что вы и мы должны осознать, что если мы будем наблюдать порядок вещей, нам не нужно подчиняться дьяволу. И в то же время мы признаем, что и он является сначала творением Божьим. Он был сброшен с неба. Он является князем на этой земле. Он наш враг. Но до определенной степени мы должны уважать, не чтить, а только уважать его. Пятый стих Иуды. Я хочу напомнить вам, уже знающим его, что Господь избавил народ из земли египетской, потом неверующих погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдят в вечных узах под мраков на суд великого дня, как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобно им, иудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись князю огня вечного, поставлены в пример. Так точно будет и с теми мечтателями, которые оскорняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Слушайте стихи. Девятый. Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о моем северном теле, не смел произнест укоризненного суда, но сказал, да запретить тебе Господь. Михаил, архангел, говора всех ангелов, не смел. Не ходите и не делайте упреки в дьяволу, но вы можете запрещать его работе. Иисус Христос повелел горячки оставить тёщу Петра. Он повелел горячки, а не дьяволу. Связывайте дьявола, а не повелевайте ему. Когда он связан, вы имеете всякую власть на небе и на земле, власть, данную Иисусом Христом, сила Духа Живого Бога. У вас эта сила связать дьявола, его силу перевязать и его демонов, которые он посылает, совершить злую работу. Вы не можете связать дьявола от всех его действий, но если он атакует кого-нибудь, наполняет их злой силой, то что делает человеку? То у вас полная власть освобождать таких людей от демонских сил. Тема об изгнании дьявола довольно необыкновенная для рассуждения. Она интересная и в то же время рискованная. У вас будут необыкновенные опыты, когда вы будете иметь дело с ними. И так же опасно, если вы не знаете, как поступать. Если вы не знаете, как поступать с ними, вы можете сбиться и поставить себя в духовную проблему с дьяволом, умственно, физически и в других отношениях, как только дьявол может атаковать. Поэтому слушайте внимательно это наставление, достаньте книгу, читайте об этом. Также займите другие книги разных авторов, которые сами исполнены Духа Святого. Вы можете читать их. Изучайте все касающее демонских сил. И когда вы увидите дьявола, вы сразу узнаете его. Я никогда не забуду свою дочь. Исполнен ее Духа Святого, когда она училась в университете Орла Роберта. В то время вышел фильм под названием «Заклинатель». Этот фильм был побужден дьяволом. Наша дочь позвонила нам и возбуждение говорило об этом фильме. Студенты инвеститета много оттолковали о фильме. И она сказала «Мама и папа, я очень молюсь, чтобы узнать идти или не идти смотреть этот фильм и узнать, как изгонять дьявола». Ее папочка ответил ей «Доченька, нужно ли идти к дьяволу, чтобы узнать, как его изгонять? Или нужно идти к Богу, чтобы узнать, как изгонять дьявола». Наша дочь пошла смотреть этот фильм. Не старайтесь учиться, чтобы иметь дело с дьяволом от его живещей. Почитайте 12 главу Матфея. Иисус не изгонял дьявола силой Вельзавула, силой дьявола. Иисус Христос сказал, что всякий город или дом, разделившийся сам себе, не устоит. Христос изгонял дьявола силой Духа живого Бога. И когда вы будете изгонять дьявола, той силой, другой такой силы нет, как Божья. И дьявол не имеет малейшей власти над Иисусом Христом. У них нет и малейшей силы такой, как силы Духа Святого. У них есть, конечно, сила, как у ангелов. Бог не отнял у них ангельской силой. У них великая и страшная сила, но у нас больше силы, чем у них. Аллилуйя. Во всем, где мы можем иметь дело с демонами, нам дано право власть нашего Господа Христа. Бог даровал Иисусу всякую власть и всякий авторитет на небе и на земле. На небесах ангелы находятся между землей и небом, где Бог и Иисус живут. Они где-то в атмосфере. Мы не знаем, где, но они находятся в той части, которая называется небо. Мы знаем это, потому что, когда Даниил молился Богу, и он просил ответа на молитву, ответ пришел только через 21 день. И причина такая, Гавриил наконец-то пришел через 21 день, и он сказал, слова твои услышаны сразу, и Бог послал меня дать тебе ответ, но я столкнулся с демонскими ангелями на пути. Он сказал, и я не мог пробиться. И вот этот самый высший Божий ангел, вестник, и также у Бога и ангелов хорошая линия коммуникации, мгновенная связь, там нет ущерб в знаниях. Дух Божий проверяет каждый случай на небесах и на земле. Бог знает все и мгновенно. И вот Бог посылает ангела, Михаила, воинственного ангела. Бог не послал с Михаилом еще тысяч ангелов, он послал Михаила одного, и Михаил пошел, и все демоны разбежались. Тогда Гавриил мог следовать дальше. Похоже, что Гавриил не воинствующий ангел. Каждому ангелу поручена своя работа. Демонские духи в главном стараются похитить души человеческие. Они желают уничтожить вашу веру в Господь Иисуса Христа и в Самогущего Бога. Они хотят украсть вашу душу. Это их функция. Они работают под властью самого дьявола. Сатана, Лусипер, все демоны, вероятно, миллионы, если не миллионы из них, огромное множество их, неисчисленное остатка в служащих. Он посылает своих ангелов с великой силой, чтобы контролировать вами и похитить вашу веру в Бога. Такова их функция. Зная это, мы можем также знать, как противостать им. Я понимаю, пока мы на земле, у нас два пола, мужчины и женщины, но на духовном царстве нет такого. Нет мужчин, нет женщин. И когда вы имеете дело с демонскими силами, вы не мужчина, не женщина на земле. Вы тогда уже вверх вечности. Если вы ходите в духе и не по плоти, вы женщины нараве с мужчинами во всем. Поэтому у вас такая же ответственность, как и у всякого мужчины, большого, маленького, среднего, молодого, старого. Каждому, что поверил Дана, направление, приказ, власть, ответственность и привилегия, чтобы изгонять дьяволов и освобождать людей из плена дьявола, который забирает на вечное мучение. Мы, те люди, которые должны освобождать других, чтобы Христос мог стать спасителем мира. Он поручил эту ответственность нам. У нас полная власть, когда Бог, Отец, зарывал Иисусу Христу, всю власть и силу на земле и на небе. Христос в последней главе Марки повернулся и даровал эту власть и силу нам. В Мое имя они будут изгонять демонов, сказал Он. Это записано в Матфея 8, глава 16 стих. Он также сказал, «Вы будете изгонять духов Моим словом. Нам дана власть совершать это, и никто другой не будет. Бог не будет это делать». Иисус также. Они могут совершать все, что захотят, но они показали нам пример, и они поставили нас на это дело на земле. Иисус Христос говорил, «Мало слов, но когда изгонял духов, одно слово, или два, или три, и Он изгонял демонов, они всегда выходили». Я помню один случай, когда группа демонов не вышла. Помните, от 3000 свиней в человеке был сильный легион демонов. Христос изгонял их. Они сразу не вышли, хотя знали, что должны будут все равно выходить. Они сказали, «Иисус, нам еще не время идти в преисподнюю. Пошли нас в свиней». И Он позволил, «Хорошо». И они сказали, «Иисус, мне желаю выходить». Они знали, что у Него власть. Они знали Христа. Они знали также Павла, но они не знали, кто были другие, которые старались так же, как сыны Скиева. Они не знали, как поступать, но старались говорить, как они слышали о других. Вы не поступайте так. Вы идите с силой Божией и с властью Господа Иисуса Христа. Когда Иисус сказал, «Во имя Мое», это значит, с Его полной властью. Он не Сын Всевышнего Бога, Он не Сцарь Царей, Он не Спаситель мира, Он только единственный, у которого имя стоит превыше всех имен, превыше всех духов, превыше всех полезных. Имя нашего Иисуса Христа превознесено выше всего, и у Него вся власть, но Он поручил эту власть вам и мне. Если вы будете ехать на машине по улице и приедете красный свет, полицей может остановить вас и, пройдя к вам, покажет свой знак и скажет, «Покажите ваши права». И когда вы увидите его знак, так будет указано полицейский участок под номером таким-то, но если вы желаете увидеть мой знак, на нем мой полицейский номер, номер один, Иисус, это моя власть. Полицейский может арестовать вас, если вы нарушите закон страны, и у вас нет права задавать ему вопросы насчет этого. Вы можете идти на суд и защищаться, но если Он поймал вас за нарушение закона, у Него все права и власть Его правительства выше Его, чтобы вас арестовать. Он не поступает так через свое правильное житье. Он так поступает, потому что у Него знак власти есть. Нам также дан знак власти Господом Иисусом Христом, и мы имеем власть арестовать дьявола и все демонские силы изгнать их, избавляя от них. Я хочу, чтобы вы поняли, что вы во Христе Иисусе, и через то, что Иисус Христос живет в вас. Это не через меня, но Христос Иисус, кто живет во мне, поэтому я могу совершать все. Мы только имеем Бога Иисуса, живущих в нас, и нам дано поручение, и у нас власть, который нам дал Бог, чтобы совершать все дела. Все дают вам власть наступать на змей, и скорпионов, и на всю силу вражей, и никто не поведет вам. Это Слово Бога. И когда мы говорим Слово Божье Дьяволу, он не может терпеть. В пустыне Иисус просто говорил Слово Божие, Он не давал ему извинения. Ему не нужно было говорить Дьяволу, я большая шишка с небы, и не говорил, я Сын Божий. Он только говорил Слово, так написано. И когда он повторил Слово из Писания три раза, дьявол удрал, такую власть он передал нам. Все даю вам власть наступать, не ходить вокруг дьявола, а наступать на него. У вас есть власть над ним, и ничто не должно вам повредить. Проблема с нами, включая меня и Францис, какие мы были несколько лет назад. Главная проблема, мы не верим, что нам дана власть, мы не действуем по нашей полностью. У нас позволяем ему как раз людей. Но мы не должны так делать. Францис и я, чем больше учимся изгонять демонов, тем больше видим, и как они выходят, тем больше видим освобожденных людей, которые обращаются ко Христу, тем больше приходит сострадание, и в то же время больше приходит к нам по спешности изгонять демонов и освобождать людей, которые находятся в плену у дьявола. Употребляйте ту силу, не бойтесь, никогда не бойтесь изгонять демонов. Я уже делился этим случаем на одном из серии один вечер на одном большом служении. Мы говорили об ангелах и как свидетельствовать. И внезапно около трех стен были видны двенадцать личностями, которые свидетельствовали около сто великих военных ангелов. Бог проговорил, когда мы делились, идите и превозглашайте добрый вес. Когда вы пойдете и будете говорить о моем Сыне Иисусе, не бойтесь, я пошлю с вами всех этих военных ангелов, чтобы сопровождать вас. Если у дьявола есть ангелы, которые он посылает, то у Бога больше. И вам нужно только верить, что вы окружены Божьими ангелами, и к тому же у вас есть та власть. Так что вы не одни, поэтому не бойтесь, когда вы придете, вам придется иметь дело с духами. Франция записала один случай в нашей книге, первой демоны, с первым демоном мы только встретились после того, как получили крещение Духом Святым. Так как мы не изгоняли духов до того, это случилось четыре месяца после крещения. Мы посетили церковь в городе Тексас. Пастор встретил нас на стоянке мужчин. Пастор только получил крещение Духом Святым прошлым вечером. В это время выше девушки подошла к месту, где мы находились. И когда она подошла, пастор но она могла только произнести «А!» Потом она повернулась и убежала. Вот нам представился первый урок «Как изгонять духов». Мы сказали «Пастор, можно ли вы изгнать дьявола того?» Но он даже не знал что такое дьявол. Я имею ввиду, что он только что получил крещение и еще не понимал действия духов дьявольских. Он не явился на служение во время. Он опоздал 40 минут. Он изгнал духа дьяволского и девушка пришла улыбаясь. Это был первый дьяволский дух, которого изгнали через кого-то другого. В другое время, я помню, не задолго после этого случая, мы еще очень мало знали об изгнании дьявола. Когда я учился в школе, я сломал палец. Сейчас на моем пальце остался небольшой сгиб. И когда я служил больным на одном служении, ко мне пришла девушка. Она только что получила крещение, и она приказала, выпрямите свой палец. Я выпрямил, и она добавила, дьявол, выйди оттуда. Эта девушка, конечно, нуждалась в получении, и в моем духе не было с ней контакта. И мой палец до сих пор кривой. Там была переломленная кость, и не дьявольская работа, или демоны. Мне было жалко эту девушку. Через некоторое время она встретила тех, кто научил ее неправильность в ее учении. Это было один из первых моих опытов. Не думайте, что может так случиться часто. Мне пришлось увидеть только три или четыре раза после того, может и другие так поступать. Однажды пришла ко мне девушка, она имела какой-то припадок, и она пришла, чтобы я помолился об ее освобождении. Я пристально посмотрел на ее глаза. Ваши глаза окнами вашей души что-то выкинуло похоже на обезьянные глаза и смеялся на мной. Ха-ха-ха-ха-ха. Ты не знаешь, что у тебя власть. Это что говорило те глаза. Но я не знал еще того. Я смотрел в глаза, и волоса на моей лысой голове встали. Я говорю вам, я видел глаза в других глазах, и я знал, что это демонская сила. Я старался изгнать, но имел успеха. Мы опять посетили это место и узнали, что там побывал один пастор, который уже имел опыт, как поступать в такой ситуации. Он изгнал духов, и девушка была освобождена. Еще в то время, когда я молился о ней, я просил Бога, Боже, пошли кого-нибудь, кто знает, как поступить, и научи меня также. Однажды на одном служении к Францису подошел один из руководителей одной компании. Он желал получить исцеление, так как мы еще были дитями в этом отношении. Францис положил руки на него, и он упал под силой Божьей и стал задыхаться. Она не знала, что дальше делать, только говорила Иисус, Иисус. И внезапно тот человек поднялся и сказал, «Я не знал, что у меня такое есть». И хотя мы были не следующие во многом, Бог почтил нашу простоту в вере. Я вспоминаю один случай, когда мы служили в одном месте, где было маленькое помещение для этого служения. Я молился над людьми о крещении, о Францис об исцелении. Так как было мало времени, она попросила людей встать в линию в самой большой комнате, а потом, проходя мимо их, возыграл руки, повторял, «В имя Иисуса, в имя Иисуса». Люди стали падать под силой. Когда я зашел в ту комнату, кто-то побежал ко мне и говорил, «Там человек задыхается, там человек умирает, помогите ему». И когда я подошел к нему, посмотрел, я знал, без сомнения, что демонский дух душит его. Помните такие случаи были в Библии? Когда я видел, как тот человек задыхается, я подумал, что нет на этой причине. В этом случае обнаружился во мне дар распознания духов. Когда я осознал, я указал ему, мне не нужно было даже прикасаться к тому человеку, так как Францис уже возлагал руки. Представьте себе, демон стал сопротивляться, но духи не могут сопротивляться всей Духи Святого. Но вот человек задыхается и уже стал почти черным в лице. Тогда я сказал, «Дьявол во имя Иисуса, я связываю тебя, ты душащий демон, выйди во имя Иисуса». А, он сказал, «Выйди вон во имя Иисуса». Сейчас же и он произнес, «О, кто почти достиг меня». У нас есть власть. Иногда вы размышляете, если духи выйдут или нет. Иисус знал это. Так вот, чем более вы будете изгонять, тем более у вас будет успех. Но иногда будут и неудачи. Я даю вам и это гарантию. Но не беспокойтесь за неудачи и славьте Бога за успех. У нас случались интересные переживания. Это, конечно, не лишило мне волос. Они выпали до того, как я узнал о демонской силе. Францис сказала, за то случай, что ее все трясло, но она не отступила назад. Это нужно хорошо помнить. Не показывайте демонам спину. Они не могут повредить в вашей душе, потому что Иисус живет там. Вы имеете ту силу. У нас получаются проблемы лишь потому, что мы не верим или не понимаем, как действовать с ними и узнавать их. Важно, что вы могли распознать демонские духи. Как только вы знаете, что там дьявол, как я знал по основанию Библии, что они душат этого человека и он упал, то я знал, что на этого есть причина. На это есть причина. Там дьявол. И когда я изгнал его, человек был освобожден. Есть много людей, которые не доводят дело до конца. Они делают только частичко. Я называю таких людей частичными верующими. Иисус сказал, верующие будут иметь власть, и также во имя Мое будут изгонять дьявола. Но я верю всему, как было в близкие времена. Я также верю, что в Библии находится в принципе, как мы должны поступать. Все, что нам нужно для святой жизни, чтобы совершать то, что Иисус повелел, все находится в Библии. Вы можете полагаться на Библию, не исключая ничего. Обратим внимание на случай, как Иисус изгонял демона. Марк 9, глава 17, стих. Я желаю прочитать из Библии нового перевода. Один человек, кто сказал, «Учитель, я привел тебе моего сына, чтобы ты исцелил». Он не может говорить, так как одержим демоном. И когда демон управляет им, а он бросает на землю, искушает или испускает пену срежа зубами, я попросил твоих учеников изгнать его, но они не могли. Не рады ли вы тот факт, что даже поначалу ученики Христа имели проблемы, так же, как и мы? Я надеюсь, что и вы не будете смущаться. Но не пробуйте вмешиваться в настоящее дикие обстоятельства и не делать глупых вещей, не принесет этого добра. Иисус сказал своему ученикам, «О, маловерные, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Каждый раз, читая я это, я думаю, «Иисус, ты, наверное, все еще думаешь так же о мне. Сейчас доколе я буду говорить тебе, что у тебя есть власть изгонять всю демонскую силу и исцелять больных». Иисус сказал, «Приведите его ко мне» и привели его к нему. «Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, мальчик упал на землю и валился, испуская пену». Когда демон приходит в присутствии кого-нибудь, кто исполнен Духа Божия, он начинает реагировать, особенно если они знают, что вы верите. И они также знают, если вы сами знаете, если вы верите или нет. очень часто, когда мы возлагаем руки, они падают быстро на пол. Однажды у меня была такая ситуация, двое молодых падали, падали на развод. Они ненавидят друг друга, но все еще держались за тонкую веревочку надежды, чтобы спасти свою семью. Итак, они прилетели в половину страны, чтобы быть в Юстине. Кто-то в нашей конторе поговорил с ним в тот день. Они пришли на служение чудес в тот вечер. И также потом они подошли ко мне, чтобы я помолился о их браке. Я просто возложил руки на них под влиянием силы Духа Божия. И не помню, что я говорил, когда я молился. Женщина упала под влияние силы Божьей, но мужчина старался как-то воздержаться и не упал, но сила Божьего упала на него. Я смотрел и на ту женщину. Мне сказали, что она думала убить себя. И я сказал, ты дьявол, убийство, выйдя вон из нее во имя Иисуса. И когда она упала на пол, она стала извиваться как змея. Демон стал крутить ее. И пока она была на полу, она продолжала извиваться, но недолго. Очень быстро она успокоилась и улыбка показалась на ее лице. Демон вышел, вы видите, но он бросил ее на пол. Мы видим очень много таких демонстраций. Не смотрите на кого, на такого рода виды. на основании Слова Божия у вас есть силы изгонять духов и верьте, что они должны выйти в ту минуту, как вы скажете. Мы продолжаем учиться. И на следующий год, когда мы вас увидим, мы будем знать больше, чем сегодня. И я верю также, что и вы будете знать больше. Однажды к нам привели женщину, которая страдала раком. Она уже находилась близко к смерти. Мы подложили на нее руки и изгнали духа этой болезни, рака. Женщина упала на пол, когда ее коснуло силы Божьей. Эта женщина начала рвать. При нормальных обстоятельствах такое явление нас отвращало. Мы продолжали стоять там и говорили, «Слава Богу! Смотрите, что из нее выходит. Приходило какого-то коричневого вещества, но оно из Вергос вон». И мы стояли там и славили Бога. Наконец, та женщина встала, и у нее с тех пор нет никакого рака. Видите, он вышел, не мог устоять. Ваше служение, будьте готовы на всякие сюрпризы и не смущайтесь. У Бога много разных путей, и не ожидайте того, что все будет, или все будут извергать из себя. Я помню одно служение, которое распространялось кругом, и слава Богу за преподавателей, которые так поступают. Вы увидите скоро. Не подумайте, что мы критикуем людей, когда мы делимся в некоторых переживаниях. Они делали то, что знали. Вы также можете посмеяться над некоторыми вещами, которыми мы говорим. В нашей кухне есть плакат, который гласит, «Господь, сделай мои слова мягкими и добрыми сегодня, так как завтра ты можешь дать их мне покушать». Испоняйте ваши лучи, где вы находитесь. Стойте на слове, и если вы ощебьетесь, Бог вас поправит вскоре, и все будет в порядке. Некоторое время назад было движение, называемое движение коричневых мешков. Когда собирались наслужения многих людей в церкви, то люди отдавали коричневые мешки для рта. Вот, пожалуйста. И если случалось много, то ставили небольшие ведра, которые там употреблялись при служении жертв. Они ставились на конце каждого ряда. Также раздавались салфетки каждому, если ему приходилось переживать такое состояние. так что все думали, что вы таким образом выбрасываете демонов. Эти люди делали свое лучшее, что знали, я уверен, что и там были освобождения. Но не нужно было так делать. Иисус так не поступал, и нам не нужно. У вас столько власти, что вы можете приказать демонам что угодно вам. Часто они могут начать разговор с вами. Демон может возражать вам. Я желаю больше об этом поговорить в будущем. Иногда вам придется подходить к людям, которые выглядят довольно нежно. И когда они начнут, и когда вы начнете молиться над ними, они внезапно начнут кричать, я ненавижу вас, я ненавижу вас, я ненавижу вас. И вы сразу подумаете, я не хочу смешиваться с такими личностями, которые меня ненавидят. Почему я должен их любить? Вы запомните, что это говорит демон, а не человек. Любите таких людей, они нуждаются в вас, они нуждаются в свободе. Бог дает вам шанс, чтобы освободить их. Вы, конечно, не божественны, но вы действительно становитесь освободителем в полном смысле этих людей. Иисус Христос послал вас проповедовать Евангелие. Вы посланы освобождать людей. И когда вам возражают демоны, запретите им. Во имя Иисуса Христа скажите им, молчите. С нами так случалось. Один вечер в начале служения мы заняли платформу в школе. Платформа была довольно большая, и мы спасили всех, кто страдает какой-то болезнью или скован кем-нибудь, или тот, чтобы вышли наперед. Все, кто вышли, мы поставили рядом на платформу, так, 300 человек. Мы нашли с конца линии, молясь в микрофон и изгоняя демонов. Мы старались бегом возлагать руки на одних, потом на других, и трое начали кричать. Очень жуткий был крик. Мы подошли к ним, я думаю, что Францис к одному, а я к двум другим. Я сказал, во имя Иисуса, замолчи. И они сразу же умолкли. Иисус сказал, замолчите и выйди из него. Марк 1, глава 25 стих. Аллилуйя. Духи не должны вам возражать. Не сомневайтесь, если не случится так. Знайте, что Иисус Христос живет в вас. Дух Божий живет в вас. И вы исполняете дело Иисуса. А Иисус Христос не боится демонов. Он знает, кто Он есть. Он Бог. Аллилуйя. Когда Дух поверь, оттуда на землю, Марк говорит нам, что Иисус спасил Отца. Как долго так случалось? Он ответил, с детства. И многократно Дух бросал Его в огонь и в воду, чтобы погубить Его. Если что можешь, помоги нам. Если я могу, спасил Иисус, желал бы я сказать это с большой уверенностью. Если бы кто-нибудь пришел и спасил вас, могли бы вы изнать демона, который парализовал дитя, и делать его, в своем уме, иногда я думаю, хорошо, могу ли я? Иисус не колебался. Он сказал, все возможно, все возможно, если у вас есть вера. Отец отрока в тот час, что воскликнул, верую, Господи, помоги моему неверию. Иисус, видя, что сбегательный народ запретил Духу нечистому. Вот случай, где Иисус в действительности запретил демонскому ангелу и не запретил сатане, но демонскому ангелу, Иисус Христос, также есть Бог. Христос может запрещать дьяволу, но нам лучше говорить, да запрети тебе Господь. Дух не мой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь, не входи в него, Иисус сказал. Библия говорит, не входи больше в него. Но я верю, я знаю, что они снова возвращаются, но обекновенно, когда сами люди позволяют им большинство демонов в людях обитать потому, что им позволили войти, открыли себя для них, пригласили их к себе, хотя сами не дают в том себе отчета, что они так поступают. И вскрикнул, и сильно сотряще его вышел, и отрок сделался как мертвым, так что многие говорили, что он умер, но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Часто демоны потасали тела, когда выходили из них. Они не хотят выходить, они хотят жить в теплом человеческом теле. Очевидно, они могут жить недолго время в свинях, так как они вошли в свиней, свиньи бросились в море. Демоны, и женщины, были уничтожены. Не беспокойтесь, вы не можете уничтожить демонов. Они являются Божьими творениями от начала. Они живут вечно, но они будут жить в аду. В настоящее же время они свободны вести работу на земле. Я не хочу сказать для тех, кто не крещен Духом Святым, что вы не можете изгнать демона. Вы также можете помазать илеем больного и молиться. И если вы не крещен Духом Святым, сам Дух Божьего сойдет с неба и совершит то. Аллилуйя! Иисус Христос послал учеников подвое, прежде чем они получили сил Духа Святого, они брали с собой и лей, возвратясь, говорили, что демоны повиновались им. Так что мы теперь знаем, что можем изгонять демонов, если даже не исполнены силы Духа Святого. Но уже не настолько много людей получают исцеление и освобождение от демонов, если у вас нет силы Духа Святого. Будьте осторожны, чтобы не связаться с человеком, одержимым нечистой силой, если у вас нет силы Духа Святого. Вы найдете маленький рассказ, который Францис поместил в этой книге. Однажды привели в пустой дом, старую, одержимую злым духом женщину. Группа людей, которые желали освободить ее от демонов, не были исполнены Духа Святого. Так что они договорились и избрали несколько мужчин пойти туда и изгонять духов из той женщины. И вот они пошли туда, и представьте себе, мужчины весом до двух фунтов были раскиданы той старой женщиной. Она поднимала их и бросала вниз. Так прошло несколько часов. Когда они вышли, то получился рассказ. Они вышли поцарапаны, одежда их была изорвана. У них была настоящая борьба, и та женщина так и осталась одержимой. Они не знали, как поступать. У них не было силы Духа Святого. Они могли бы изгнать Илеем. Я вспоминаю своего брата, который до сих пор не получил крещение Духом Святым. Он был служителем много-много лет, еще служит. Он сказал, Чайлз, эта личность подошла к нам, она была одержимая, а нас было много, и мы старались удержать его, а он нас туда и туда толкал и бросал. Я не знаю, если они выгнали его или нет, но он сказал, мы все сразу от него ушли. Знаете, иногда вы желаете что-то сделать, но они Духи очень сильны. Видите, я верю Ангелу. Мы видим в книге Откровение, как Ангелы разбрасывают все вокруг. Я верю, что они могут поднять землю и метать ее в воздухе. У Ангелов великая сила, Божья сила дана им. Также и у демонских Ангелов есть сила, но у них нет силы над нами, они не могут бросать нас. Если мы верим и приступим, чтобы их изгонять. Так что будьте уверены, когда вы готовы изгонять демонов, чтобы и у вас была сила Духа Святого. Теперь по отношению Духа Рака. Мы верим, что неизлечимые болезни причинены прямым действием демона, который атакует ваше тело. Вы можете быть христианином и спойным Духом Святого, но демоны могут атаковать и вас, но они не могут вожить, если вы рождены свыше. Демон не может забрать где был дьявол, и все же демоны могут атаковать тела у моих христианин, иначе если бы вас не атаковали, вы бы не болели, у вас бы не было неизлечимых болезней. Это делают демонские силы. Да, вы можете быть убиты катастрофой или другими путями, вы можете умереть, у вас может быть болезнь, которая причинена не прямым демонам, вы можете выпить воду, у которой есть тифозные микробы, диетипом. Вы можете подставить ваш палец перед змеей, которая украсит вас, и вы пострадаете. Демон может сделать так, что вы выставите свой палец, или же вы поступите очень глупо, но дьявол не овладает вами. Это другой образ, как приходят болезни. Болезни все здесь, потому что дьявол принес их в мир. На небе нет болезней. Когда вы будете на небе, у вас не будет болезней. Бог хранил евреев здоровым 40 лет. Бог держал дьяволскую силу вдали от них, хотя они грешили все время и не вели Богу. Но сейчас, когда сила Божия и имя Иисуса Христа выше всего и всех этих демонов, мы можем иметь дело с неизлечимыми болезнями. Иисус назвал демонов по их делами. Он не ходил и говорил, «Назовите себя, однажды только Иисус сказал, назовите себя, и там был легион». Они сказали, «Легион». Слово «легион» имеет разное значение в разных цивилизациях. Некоторые записали, что в легионе может быть одна тысяча демонов. Могло также быть четырех тысячи или подвид того. Можно указать разное число, но в том человеке было много демонов. И когда Иисус сказал, «Назовите себя, как твое имя», мне ответил «Иисус не сидел в качающем кресле и не говорил, «Ну, теперь вы, четыре тысячи демонов по очереди, называйте себя». Он только сказал, «Выйди», и все они вышли в одно время. Вам не нужно просить их назвать себя. Иисус назвал демонов по их действию. Он сказал, «Ты не мой дух, выйди, ты сепой дух, выйди, ты глухой дух, выйди, ты дух, эпилепсия, выйди, ты вы не можете бороться против начальств и властей тьмы века своего во плоти». Библия нам так говорит. Потому, если вы являетесь врачом, и вы не исполнены Духа Святого, тогда вы не можете бороться, вы даже не сможете найти или узнать причину болезни. Поэтому, вы не сможете найти лекарства для такой болезни, которые прямо путем возложены на вас демоновским духом. Я пояснил в этой серии, как изгонять дух из смерти, безучая удары. Я знал то, когда по той причине, что Бог приговорил ко мне. Вера приходит, когда мы слушаем Бога, когда Он говорит к нам, а слушание приходит к нам, когда мы пребываем в Слове Божьем. И это то, что вера отслышанное отслышанное от Слова Божьем. Я же слышал Бога в то время, и потому мне было открыто распознание духов при исцелении от пралича. Есть много разных путей, как узнать, какие духи атакуют человека, каким образом и каким образом. Обыкновенно, когда кто-то приходит к вам с болезнью рака или диабета или артита, или зная какая это болезнь, потому что уже доктора сказали, и им дали лекарства, чтобы облегчить страдание больного. Врачи могут давать анасин или что-либо другое, чтобы помочь. Вам могут колоть укол картизона или другой подобным тому. Они будут стараться помочь вам, но они не в силах оздоровить вас. Мы верим, что такие болезни являются демонскими атаками на вас. Так что мы изгоняем дьявола, когда кто-либо приходит с неизлечимыми болезнями, и мы их изгоняем. Вот почему имя Иисуса превыше имен. Но иногда вам придется еще что-то сделать. Если кто-то приходит с поврежденным позвонком, а вы изгоняете духа сколиоза, тот дух выйдет, но человек еще страдает. Вы должны приказать, чтобы позвоночник выпрямился. Так что вы можете употреблять разные методы и исцеления. В главном же, если же вы изгоняете дьявола, человек исцеляется полностью. Их тело может выздороветь, а при болезни рака человек теряет вес, внутренние клетки уничтожены, и иногда при операции много удаляется ножом. Тогда, если вы изгоняете дьявола, то все равно у больного должен пройти большой процесс выздоровления. К нам приходили люди после операции, которые оставили рубцы, и те рубцы причинили боль после многих лет. Мы изгоняем демона рака, например, и сразу изгоняем духа боли. Демоны причинают боль вашему телу. Имея дело с такими вещами, вы можете знать обыкновенно, какие демоны что делают. Я дам вам маленькие примеры. Однажды у нас было служение, и мы произнесли слово знание. Мы говорили народу, кто-то здесь очень-очень болен от ритма. Пожалуйста, выйти наперед. Наперед вышла женщина, которой было около 60 лет, и она была двойно полная. Я стал возлагать на нее руки, но она сказала, у меня все тело болит. Я снова подошел, чтобы возложить руки на нее, и она проговорила, не прикасайтесь, больно, больно, пожалуйста, не прикасайтесь. Мне стало так жалко эту бедную женщину, и я внезапно произнес, ты, хмикающий демон, выйди из нее. Я возложил руки на нее, и она упала под влияние силы Божьей. После, когда она поднялась, можно было трогать ее, и у нее ничего не болело. Видите, здесь сам дьявол говорил ко мне, а не она. В то время мне было распознание духов. Как я это сделал? Я не знаю. Кроме того, что я знаю, я знаю, что там было. Во-первых, там был артрит, и где-то в духовном сознании я узнал, что обыкновенно не больно, если вы прикасаетесь к таким людям. Я предполагаю, что есть разные виды артрита. Когда вы прикасаетесь, то больно становится, но обыкновенно можно прикасаться к людям легенько. Я ложу свои руки на людей очень-очень легкие, и так, чтобы только включить включатель, чтобы потекла сила. Вам не нужно давать им особую пятидесятнинскую проповедь. Здесь простота, сила Божия, и не ваша сила будет действовать, Божья сила. Итак, через это я узнал, что если артрит, значит, это дух, и что женщина чему-то противится. Дьявол хочет вас обмануть, чтобы вы не могли исполнить работу, и он будет употреблять любыми тактиками, чтобы привести вас к замешательствам, и чтобы избить вас с того, чтобы изгнать демонов. В том случае был демон, который говорил ко мне, не проникайся ко мне, совсем не та женщина. Между прочим, она встала еще худшим артритом после молитвы, чем она была до того, но на следующее утро она пришла и прыгала, она двигалась каждый мой состав стал трещать и вскакивать, и она поделилась, что ее старый артрит исчез, и она свободна от него. Вы видите, дух причинил ей то и заняла несколько часов, чтобы полностью освободиться от наложенного дьявола воздействия. Демон вышел, но его воздействие еще там было. Еще что я хочу рассказать. Францисия занимали должность старших братьев в одной из больших церкви в Хьюстоне. В церкви была большая альтарная скамья. Мы, как служители, и еще 25 человек приходили и преклоняли там колено около той скамьи. Также во время служения приводили туда других, которые нуждались в каком-либо исцелении. Однажды утром, когда я был там, ко мне подошла женщина и заявила, я отвернулась от Бога уже 20 лет тому назад, а теперь я хочу направить свое отношение к Богу. О, слава Господу и восстыкнул я. Теперь молиться. Так, дорогой Господь Иисус, она повторила, дорогой Иисус, прости меня, Иисус, вводи в мое сердце, я сказал, благодарю Иисус за спасение. Дальше я продолжал, слава Господу, слава Господу. Кто мне добавил, что там? Будьте чувствительны к руководству Духа Святого. Я сказал, теперь вынуждайтесь в крещении Духа Святого, чтобы вы могли иметь силу и чтобы вы могли не позволить дьяволу причинить то, чтобы снова отпасть грех. У меня есть довольно маленький курс в крещении. Я так сказал, я возложу руки на вас, сила Божия войдет в вас. Я попрошу Иисуса крестить вас другим святым. А потом, я хочу, чтобы вы начали любить Бога, но не на русском языке, но славьте Бога. Так, это мой краткий курс. Она заявила, я так не буду делать. Я подумал о том, какой я был раньше и не верил в языки. Пасет сказал, мне, чтобы я не проводил более минуты, но остался после служения, если нужно поговорить о том с ними. Но там же внезапно распознание духовно пришло ко мне. Я прикоснулся к лбу женщины и повелел, ты религиозный дух, выйди из нее, во имя Иисуса Христа, и наподнял руки вверх, говоря на иных языках. Видите, дьявол не хочет, чтобы мы имели силу. Он хотел обмануть меня. Это его работа. Он вор, похититель, разрушитель, обманщик. Дьявол старался убедить меня в моем уме, что эта женщина не верила в дьявол и не хотела, чтобы так случилось. Он не хотел, чтобы я верил, но я победил. Слава Господу! В ситуации, как при болезни рака, хотя мы не можем достаточно показать, но именно так. Мы только верим. Если мой отец посадил семью, сперму, с моей жизни, в утробу моей матери, то маленькое семя начинает расти. Клетки вашего тела умножаются и растут. И мы верим, что демонские духи могут творить негативные чудеса. Мне нравится называть их негативными чудесами. Это никогда не благословит вас, но они наслаждают такое семя, как рак или еще что-нибудь в действии. Посадят то семя в вашу кровь, в костный мозг или в другое место, где они выберут, чтобы насадить. И то семя будет увеличиваться в теле. Ваш костный мозг производит кровь, а если демонская сила там, то ее семя начинает увеличиваться, и доктора говорят, что это белые шарки размножаются очень быстро и поедают красные шарки. Это размножение клеток. Мы верим, что демоны могут насадить клетку, которая будет расти быстро и причинять болезнь, называемую раком. В таком случае, и мы говорили с другим евангелистом один раз, что он чувствовал, что слышал от Бога о том, если вам случится такое, то мы нормально молимся при служении и исцелении людей с болезнью рака, говоря, «Дьявол, я связываю тебя с силою Духа Божьего имя Иисуса». Основание на это вы найдете в 12 главе от Матфея. Я изложу более подробно о том позже. Но вы связываете дьявол, говоря, «Во имя Иисуса, ты, Дух, рак, выходи вон». Вы называете его по его натуре. Врач называет его раком, и вы называете его раком. Демон знает, что он делает. Его имя не может быть Чаузом, но другим именем. Итак, демон выйдет по вашему приказанию, если вы верите. Потом мы говорим, «Во имя Иисуса мы проклинаем то семя, и мы приказываем, чтобы умер во имя Иисуса и дальше не размножался». По имя Иисуса мы приказываем, чтобы всякое поврежденное исцелилось по имя Иисуса. Далее, мы продолжаем. По имя Иисуса мы приказываем мозговой кости возобновить чистую кровь и выставить в тело, чтобы человек был здоров. Вот видите, что ваша кровь в себе содержит исцеляющую силу нормальным путем. У пациента, больного, раком, применяют кровь, чтобы остановить клетки одни от уничтожения других. Теперь, я не уверен, технически я прав или нет. Мы знали одного доктора, использованного Духом Святым, который был известен по своему рекоду врачевания от рака, что к нему стали посылать больных при смете все другие врачи большого госпиталя. У него был самый лучший успех. Знаете, почему? Когда он шел в операционную комнату, он молился на иных языках, и он определил, так как он был доктор, а пока он молился на иных языках, он говорил, «Дьявол, я связываю тебя с силой Духа Божия. Теперь ты, дьявол раков, выйди вон». И он врезал все поврежденные клетки, и все работало. И вот, у него был ужасный успех в том, потому что он изгонял дьявола. Другой врач медицины дал нам еще другое. Я прочитаю вам. Он сказал, «Это отношение Духа распознания и веры». В такой день и век, в котором мы живем, когда человек же опускается на Луну, смотрит на ДНА, молекулы, через микоскопы, я понимаю, что те болезни, которые еще непостижимы для нас, которые мы говорим, что неизлечимы, должны иметь начало где-то. Помимо науки, ДНА, молекулы, есть хромосомы, которые несут в себе наследственные факторы гены ДНА. Мы верим, что теми источниками являются демонские силы, потому что наша брань не против людей во плоти и крови, но против существ без тела. Злых управителей невидимого мира, тех могущественных сатанинских существ и мироправителей тьмы века против большого числа духов злобы поднебесных. Эфицианам 6 глава, 12 стих. Мы не боимся против людей, мы боремся против демонских сил. Хвала Богу! Аллилуйя! И слава Господу!